Повелитель тьмы, зла, смерти и холода. 29 февраля у славян чествуется самое злое божество – Кощей, или, как его называли предки, Чернобог. В язычестве это бог безумия, воплощение всего плохого и черного. Все мы помним из детства Кощея Бессмертного. Это бог зла, который живет в Черном дворце, в подземном царстве и приносит людям несчастье. Мы в музее на театрализованных фольклорных праздниках очень много рассказываем в игровой форме об архаичных народных календарных праздниках. Теперь веришь, что есть у меня сердце. Пожалуй, самый известный Кощей в России – Георгий Милляр. Он сыграл роль злодея в нескольких фильмах. Перед началом съемок актер перенес тяжелую болезнь – был худым и бледным. Это придавало ему сходство со скелетом – лошади, на которой должен был ехать. Артист пришлось завязывать глаза. Конь, увидев Милляра, от испуга вставал на дыбы. Три года Василисушка лягушкой в болоте мокла, а теперь такое сделаю – лягушке позавидуешь. Последний раз спрашиваю – пойдешь за меня? Свой образ Кощея придумал актер театра кукол Роман Сапко. С персонажем он не расстается уже шесть лет. Самое главное, считает кукловод, не напугать детей, а рассмешить. И показать зло в не лучшем свете. Он такой более смешной, более такой вот неуклюжий, как я уже сказал, карикатурный такой. Чтобы детишки при появлении Кощея, наоборот, не пугались, а наоборот, посмеялись. Сегодня День Кощея отмечают разве что в детских садах. Ребята рисуют злодеев, вспоминают сказки с его участием. Дошкалята знают о Кощея, несмотря на то, что предпочитают американские мультики. У него только один скелет и одна кожа. Человек, который умрет только, если сломать кончик иглы. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке и на большом-пребольшом дубе. По старославянской традиции в ночь на 1 марта необходимо рукой раздавить сырое куриное яйцо. Таким образом Кощею придет конец, а так как злодей символизирует еще и зиму, закончится холодное время года и наступит весна. Остается только ждать. Роман Гальперин, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.